всем привет сегодня у нас будет небольшой видео обзорчик двух систем охлаждения это noktua nfp14 flx это 140 миллиметровый кулер для охлаждения вашего корпуса не для продува центрального процессора и так далее просто для того чтобы ну например я не знаю для видеокарты например я буду использовать вот для видеокарт у меня до этого стоял дипку 140 к сожалению что могу сказать и цена соответствует качеству на собственно говоря работе тоже поэтому пришел к выводу что лучше покупать дорогую систему при этом она будет более надежная и вы будьте и довольны поэтому советую никогда не экономить на системах охлаждения тем более покупать их за смешные деньги там со 40 за 50 гривен так далее так это задняя сторона что здесь у нас написано разная информация разными языками вот так вот и второй нас кулер это будет для меня честно говоря новинка это немецкая фирма если не ошибаюсь но из блокер модель xk 1 на нее пока видео обзоров не было вот поэтому я буду наверное пир открывателем вот такая вот коробочка вот так она выглядит вот что понравилось в этом кулере это что он работает тихо безусловно и но во вторых я надеюсь что эффективность его также будет на высоте потому что ну в целом по компании писали не план неплохие отзывы вот поэтому надеюсь что немецкая качество есть вот написано developed Germany что немецкая качество не подведет в общем то поэтому будем его тоже испытывать пробовать этот кулер расскажем так более в плане оборотов будет не столь скажем так продуктивен как но в принципе 800 оборотов я думаю что будет вполне достаточно тем более что это 140 миллиметров к 140 140 на 25 здесь вот указано наверху хотя в принципе в принципе в принципе было написано что это 120 но вот примерно если сравнить две коробки то но из блокер даже будет немножко больше чем ногтя коробка ногтя сейчас покажу комплектацию одного и второго кулера что у него входит вот ну и потом послушаем сами кулеры как они работают ну и собственно говоря будем делать уже какие то выводы наверное с первого это ногтя у меня уже стоит один кулер этой компании честно говоря качественно я очень доволен охлаждают он просто супер в простой у меня процессор коры 5 частота 33 серию не помню сейчас не вспомню честно говоря но у меня стояла система залман ценность всем вроде бы вот так при ее кулере еще дополнительным температура была в простой 60 сейчас мне 45 и под нагрузкой ну где-то поднимается не знаю я не засекал но до 60 максимум и кажется простой 45 в принципе буду еще покупать кулеры этой фирмы очень понравилось поставлены верно еще 2 потому как в пределе то и нагрузка на центральный процессор будет еще под влиянием скажем там температура будет увеличена поэтому думаю что второй кулер не помешать однозначно так перейдем комплектации что же входит в комплектацию к данному кулеру от компании ночью собственно говоря как всегда компания оснащает свою продукцию переходниками вот ну и первый раз но вот я даже не знаю для чего это вот такой вот какое-то интересное крепление значит у нас с одной стороны прорезиненное с другой стороны железка но в общем будем смотреть смотреть инструкцию для чего это на видео обзоре я не видел вот такого также два переходника вот на различные на различной степени оборотов можно без переходника подключить я так понимаю и как всегда синий и черный провод это для снижения оборотов кулера сейчас если не ошибаюсь можно об этом прочитать в инструкции к самому кулеру где-то здесь это указывается какому какой провод отвечает но собственно говоря после покупки думаю что это будет не проблемой найти где-то не списалась эта информация на самом деле это не столь важно вот я честно говоря использую вроде бы синий синий провод кулерами работает при оборотах вращения вроде бы 1300 и как бы я никаких не испытываю при этом неудобств что касается шума и тому подобного мне сейчас стоит кулер мастер кулер вот так он работает наверно в десять раз громче чем кулер от ногча но собственно гряди так вот так же есть обычные болтики здесь в комплекте вот и такая вот прорезиненная антивибрационная не знаю как назвать это приспособление для того чтобы максимально убрать вибрацию и снизить шумовые какие-то неудобства при использовании кулера но это что касается кулера от ногча вот так он идет в пазы он ходит я считал после 20 миллиметровый вентилятор если у вас разъем под 140 то данный кулер вам не подойдет поэтому будьте внимательны при покупке данного кули так хорошо с этим разобрались это был кулер от ногча сейчас посмотрим что же входит состав кулера от германской фирмы но из блоки интересно кстати название но из блокера как-то случайно тоже на них обратил внимание на эти кулеры до этого как-то не приходилось ними сталкиваться так вот такой вот мешочек здесь тоже обычненькие пока миссии обычники обычные крепления идет не антивибрационная что касается самой коробки то сейчас посмотрим что есть еще напомню что пока переходников и никаких не вижу на снижение оборотов ну наверно собственно говоря наверно фирма их пожалела но учитывая то что кули работает при восьми сах оборотах здесь кстати на коробочке об этом указано 800 оборотов частота вольтаж ну и все остальное это все кулера но из блокера и модель xk1 напоминаю так это нам не надо но собственно говоря вот и сам кулер закрылка здесь идет темного синего такого цвета я бы сказал но и как то вот так ничего никаких переходников ничего кроме кулера и крепления в комплекте не было как то вот так вот собственно говоря сейчас будем устанавливать смотреть ну и слушать как он собственно говоря работает этот xk1